Немножко о том, что происходит в холодильнике. Фотография прошлогодняя, 12 мая достал, яблоки уже надо было выкинуть. Ну, мая. А самое интересное было другое. Но тут я не то, что ошибся. Люди считают как? А я в мае у меня будут выходные, я туда и посажу. А в мае во многих регионах уже цветут деревья. Поздновато. Поэтому, еще раз говорю, только оттаяла немножко земля, обычно это апрель. Если брать среднюю, апрель, вы тогда и садите. И еще будет у вас что посадить, потому что вместо врача все это спало. Вот примеры. Свеженький пример. Уже 23 год. И так. И вижу. А вот так все и лежало на виду. Вот так вот. То есть, если копнуть буржа, там еще есть. Дальше. Я беру банку. Это уже переворачивая дно. Отлюбуйтесь. Давайте теперь учеба. Кто-то выписал, тот еще выпишет. Вот. Время заканчивается. Почему? Смотрите, я всем говорю. 15-го, 20-го февраля я вложил на свежкацию. В принципе, нормально. Человек, допустим, вот эти вот. Не эти проснулись. Это как бы торопедия. А те, которые вот-вот проснутся. Тут их сотни. Он возьмет их. Мои девочки возьмут их в мешочки. Отправят посылкой. Вот вы их получите. И они уже даже в дороге чуть-чуть начнут проклевываться. И в самое время высадки. А где-то еще снег лежит. Ну, а дальше, как всегда говорю, снова холод задержать развитие. Угадать все невозможно. Но отправляю спящее. Теперь рассказываю, как это. Я никого не ругаю. Себя. Где я был столько лет. Где-то лет 30 назад, да, где-то 30 назад, появилась мода на поросшие семена. Вспомните. Проращивайте рис, поращивайте. Чуть ли не просто. В общем, поращивайте вот эти самые, как культура в целом называется. То, что может взойти, должно порасти. И тогда кушайте. Польза будет огромная. Вот пока семечко спит, и ты ее сживал, съел, пользы никакой. Вот. И я так же. И только на 73-м году жизни железом, глядя вот на эту картинку, Господи, да я их тысячи из этих мода выкинула. Это ценнейшая вещь. Я их тысячи. Ну что мне стоило? Вот так вот отмыть их. Даже молоток не нужен. Вот так раз. И кушать, и кушать, и кушать, и кушать. И еще, помните, я показывал еще в июне, в июле. В июне, в июле. Вот такую же картину показывал. Вот. То есть, ну, где мои мозги были. Я думал, что за ту годом такое? Даже как не мог поступить в институт МФТИ, самому институту страны. Ту годом. Могу все это решить, что меня подсунули на экзамене. Только дайте мне еще часов 10. Нет, вот. Надо сразу. И получается, что я столько лет не мог догадаться. Сегодня отправил другу, Виталию, 500 косточек. У него проблемы с здоровьем. В эту самую. В Амурскую область, да. И вот получается, что. Что я ему сейчас скажу? Я потом, он может по состоянию здоровья уже не смотрит. Но написать написал насчет косточек. Сегодня вышел. А если он даже не смотрит, я потом ему скажу. А попробуй, Виталий, только получишь. Ну, начинаешь там кушать. Одно, две, три, четыре, пять. Я только мажутся высылаю. Вот. И то понемножку. У кого-то, может, такой организм возьмет и отравится. Там же синильная кислота. Но ее так мало считается. Именно в этих, в Дальневосточных. Что, допустим, мы проводили мосты с Бродским, да. С Юрием Васильевичем. И вот он сидит передо мной. И вот он экран. Как телемост. Вот его лицо на этом, на скайпе, да. И вот он сидит и живет эти же самые мякоть этих, этих же маджурских орехов. Ой, маджурских косточек. И вот тут вот я взял и сообразил. И теперь я всем скажу. И включая Виталию, это самое, не помню его фамилию. Ну, мы своих рук можем знать по фамилиям друг друга. Я ему скажу, а давай остальные прорачивай, пусть набухают. Наверное. А еще жду вашего совета. У кого есть опыт. Может быть книжный опыт, может личный опыт. Ну, почему я должен был 72 года прожить и не догадаться, что и пророченных я выбросил. Тысячи. За все годы. Вот. Поэтому еще раз пользуйтесь, прослушайте семянами. Надеюсь, услышу ваши советы. Продолжение следует.